Обстрел Мирнограда. Россия бомбит свои же города. Беларусь начала учения на границе с Украиной. Это итоги вторника 30 января от команды новостей Донбасса. Я Екатерина Терещенко и мы начинаем. Этой ночью российские войска ударили ракетами С-300 по Мирнограду. Одна из них попала в пристройку отеля. В результате погиб мужчина, который проезжал мимо на велосипеде. Он возвращался домой. Пострадали жилые дома и частные автомобили. Из-под завалов спасателям удалось спасти женщину. На момент удара в отеле находились около 30 человек. Как сообщает наш корреспондент, они не пострадали. Из артиллерии и FPV-дронов российская армия обстреляла Нью-Йорк и Часов-Яр. Три человека получили ранения. В Авдеевке в результате атаки в собственном доме погибла женщина. В целом за эти сутки мишенями россиян стали 10 населенных пунктов области. В их числе Константиновка, Курахова и Очеретина. Также под обстрелом оказалась оккупированная Горловка. Там повреждены многоэтажные дома. А в Донецке местные партизаны подняли украинский флаг. Его водрузили над зданием администрации Енакиевского и Тельмановского районов. Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Но если флаг и был установлен, то его быстро убрали в так называемой ДНР. Его наличие поспешили опровергнуть. Фотошоп – хорошая штука, но мечтать не вредно. Тем временем Минобороны РФ заявила о 21-м сбитом дроне. Их якобы уничтожила и перехватила ПВО. Над аннексированным Крымом, Белгородской, Брянской, Калужской и Тульской областями России. Для настройки противовоздушной обороны даже заблокировали мобильный интернет. Этим утром о взрывах в Брянске и временно оккупированном Крыму сообщали местные паблики. Вооруженные силы Украины успешно поразили радиолокационную станцию россиян вблизи села Раздольное. Об этом официально заявил Страдком ВСУ. А вот оккупанты атаку пока не комментировали. К слову, вчера после взрыва без света осталась половина Челябинска. А сегодня на юге Москвы что-то взорвалось на электроподстанции. Также пока без комментариев местных властей. Россия бомбит свои же города и делает это регулярно. Британская разведка установила по меньшей мере пять подобных случаев. Отмечают, что два инцидента со сбросом авиабомб ФАП-250 произошли вблизи российских поселков Белгородской области. Одна из них упала на ферму в Постникове, а вторая на улицу в селе Стрелецкое, что привело к эвакуации до 150 гражданских лиц в радиусе 500 метров. Это уже четвертый случайный сброс российских боеприпасов на собственную территорию в этом месяце. В целом уже пятый случай за год. Самый первый такой инцидент произошел еще 20 апреля 2023 года в Белгороде. По словам британских аналитиков, невозможно утверждать, случаются такие инциденты из-за плохих процедур вооружения самолета перед вылетом или из-за плохого выполнения экипажем своих обязанностей во время полета. Но ведомство отметило, рост частоты таких случаев говорит об определенной усталости воздушных и наземных команд на российской линии фронта, а также о недостаточной подготовке. Бомбы сбрасывают и на захваченные украинские территории. Например, 8 января уронили ФАП на рубежной Луганской области. Окупационная администрация признала, что на город упала российская бомба. Из-за большого количества свидетелей и наличия пострадавших боевики не смогли скрыть произошедшее или традиционно обвинить в инциденте украинских военных. С начала года в Беларусь четыре раза поступал военный груз из Китая. Об этом сообщает белорусский Гаюн. По их данным, в начале января была зафиксирована нетипичная активность китайской грузовой авиакомпании Air China Cargo в национальном белорусском аэропорту Минск. В течение четырех дней Boeing 747 якобы совершил четыре рейса по маршруту Урумчи-Минск. Интересно, что каждый раз самолет парковали на VIP-парковке, предназначенной для стоянки самолета Лукашенко. Эта стоянка отдает целый ряд преимуществ, включая возможность быстро разгрузиться и отвезти груз, избегая лишний глаз. Что же конкретно привезли эти самолеты, пока неизвестно. В это время армия Беларуси вблизи границы с Украиной установила блокпосты и задействовала силы специальных операций. Их командование утверждает, что в приграничных регионах запланированы учения, к которым привлечены бойцы ССО и подразделения беспилотников. Минобороны Беларуси пишет, что цель учений якобы противодействия возможным угрозам. Это все на сегодня. Но мы продолжаем информировать вас в нашем телеграм-канале. Также следите за нами в ТикТок. Ждем вашу подписку и комментарии. До встречи!